Седьмой класс, девятнадцатая серия. Вынесение общего множителя за скобки. Если все члены многочлена содержат общий множитель, то этот множитель можно вынести за скобки. Так, например, общим множителем является 3b. 3b выносим за скобки. От первого слагаемого остается 2а, потому что если 2а умножить на 3b, как раз и получится 6аb. От второго слагаемого плюс 1 умножить на 3b, получится плюс 3b. И от третьего минус 4c. Если минус 4c умножить на 3b, получится как раз минус 12bc. Чтобы разложить многочлен на множители, вынесением общего множителя за скобки, надо найти этот общий множитель, а затем вынести его за скобки. Причем за скобки можно выносить и многочлен. Как, например, вот здесь. Можно вынести за скобки многочлен. 2b плюс 3 – это общий множитель. Он выносится за скобки. От первого слагаемого остается а, от второго плюс b. Вот разложили многочлен на множители. Это первый множитель, а это второй. Первая задача. Разложите на множители. Общим множителем является а в пятой и многочлен х-2 в первой. После вынесения общего множителя за скобки выносится х в пятой и х-2 в первой. Это общий множитель вынесли за скобки. От первого слагаемого остается х-2, потому что первое слагаемое содержит квадрат х-2. Значит, остается х-2. От второго слагаемого здесь было минус х в шестой. Значит, останется минус х в первой. Так, плюс х, минус х – это числа противоположные, они взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Значит, остается минус 2. Минус 2. Значит, ответ можно записать таким образом. минус 2 умножить на х в пятой и затем х минус 2. Можно минус в скобки занести. И тогда получится такой ответ. Коэффициент будет положительный, плюс 2. Дальше идет х в пятой. Ну, а в скобках надо поменять знаки на противоположные. Можно слагаемые поменять местами. Ответ будет такой – 2 минус х. Вот, можно в таком виде дать ответ. Так, вторая задача. Представьте в виде произведения многочленов. Общий множитель 3х минус у. Общий множитель можно вынести за скобки. 3х минус у. Общий множитель в виде многочлена выносится за скобки. Так, от первого слагаемого остается 2х после вынесения общего множителя за скобки. Так, от второго слагаемого, обратите внимание, здесь знаки противоположные, значит, здесь знак надо поменять. Будет не минус у, а будет плюс у. Так, и от третьего остается плюс 4. Вот это ответ. Во втором задании. Так, и третье. Решите уравнение и найдите сумму корней этого уравнения. Обратите, пожалуйста, внимание, что знаки противоположные. Здесь 5 минус х, а здесь х минус 5. Можно минус вынести за скобки и записать вот таким образом. Минус х квадрате умножить на х минус 5. А затем уже выносить общий множитель. Общий множитель – это будет х умножить на х минус 5. Тогда от первого слагаемого остается минус х, а от второго х минус 5. Минус х плюс х взаимно уничтожаются, их сумма равна 0. В каком случае произведение будет равно 0? Если в 0 обращается первый множитель, х равен 0, это первый корень. Либо второй множитель, это х равен 5. Третий множитель в 0 не обращается, потому что минус 5. Третий множитель. Итак, первый корень – 0, второй корень – 5. Сумма корней равна 5. Ответ 5.